Тема доклада «Адуминальная онкология», «Новости онкологии». И прежде чем начать доклад, я хотел бы сказать о следующем. Учитывая регламент 30-минутного доклада, я посмотрел, сколько исследований произошло в 2021 году. И если мы возьмём поиск через подмет и введём ключевые слова по основным локализациям абдоминальных опухолей, то при грубом подсчёте всех исследований примерно приходится по 8-9 тысяч в мире, выпущенных в 2021 году. Конечно же, этого много. И если мы сузимся до рандомизированных, контролируемых исследований, которые вышли в этом году, то вы увидите, что таких исследований намного меньше. Они уже из десятка тысяч уже круг сузился до сотен. И некоторые исследования даже не дотягивают до сотни по некоторым позициям. И, соответственно, уже стало легче. Дальше, понимая, что сегодня на нашей конференции докладчиков выступает Сергей Валерьевич Орлов и его команды в лице Андрея Максимовича Улитина. Говорить о каких-то успехах в химиотерапии за этот год, в весомых исследованиях по химиотерапии, тоже, по моему мнению, не имело смысла. Кроме этого, есть замечательный доклад доктора из Института онкологии Блохина, Федянина Михайловича. Двухчасовая лекция, посвященная последним трендам за два последних года по химиотерапии, по абдоминальной онкологии. Поэтому мои доклады будут, прежде всего, посвящены тем хирургическим исследованиям, рандомизированным, контролируемым исследованиям, которые прошли в этом году, о которых было доложено на наиболее весомых конференциях, таких как АСКО, ЭСМО. И давайте тогда перейдем к первой локализации, рак желудка. Значит, стандартный вопрос, который, казалось бы, на который уже был дан ответ, что выполнять гастектомию Д1 или Д2 лимфодисекцию, казалось бы, все уже ответили на этот вопрос. Но вот итальянская группа авторов в этом году выпустила исследование, подытожила результат наблюдения за опухолеспецифичной выживаемостью у пациентов с местно распространённым раком желудка. Это результаты 15-летнего наблюдения данных. В исследование вошли пациенты с верифицированным раком желудка, опухолями Т больше единицы. Что авторы оценивали? Первично это была общая выживаемость, вторичные и конечные точки, послеоперационное осложнение, послеоперационная смертность и выживаемость без прогрессирования. И вот мы можем посмотреть на таблицу смертность и 30-дневное осложнение после этих двух манипуляций в сравнении между двумя группами была схожая. А вот показатели отдалённой выживаемости, общей выживаемости, безрецидивной, значительно варьировались. И авторы показали, что Д2 лимфодисекция действительно показали уже в принципе в большом рандомизированном исследовании, показали, что Д2 лимфодисекция действительно эффективнее. Однако нужно понимать, что данное исследование началось достаточно давно, это 1998 год, и в то время, конечно же, ещё лично шла о таких стандартных уже опциях, как неодевантная химиотерапия, аодевантная химиотерапия. Но чем это исследование интересно, что при более подробном подгрупповом анализе получился вывод, что всё-таки у тех пациентов, которые были старше 75 лет, лимфодисекция Д2 не даёт никакого преимущественного выживаемости, и то же самое относится к пациентам с ранним раком желудка. Таким образом, вывод был такой, что после 15-летнего наблюдения, несмотря на отсутствие существенных различий в общей популяции, безрецидивная выживаемость, связанная с опухлю смертность, была ниже при выполнении лимфодисекции Д2. Дополнительные данные, доступные в этом исследовании, позволяют предположить, что Д1 лимфодисекция предпочтительна к выполнению у пациентов пожилого возраста и при ранних стадиях заболевания. Следующее исследование, класс 02, также вышло в этом году. Достаточно большая группа пациентов была включена, 974 пациента, 11 азиатских центров участвовало в этом исследовании. Начался набор пациентов в этом исследовании в 2011 году, завершён в 2015 году. Критерии включения представлены на слайде, это, по сути, верифицированная рак желудка, опухоли Т2, 4А. Вне зависимости, у этих пациентов не должно было быть метастазов лимфатические узлы или их ограниченное количество только в перегастраде лимфатические узлы. Первичная и конечная точка – трёхлетняя безрецидивная выживаемость, вторичная послеоперационное осложнение, послеоперационная смертность и выживаемость без прогрессирования. Что показало это исследование? Значит, показало оно следующее. При медиане наблюдения 36 месяцев в открытой хирургии ранние и поздние осложнения встречались почти в два раза больше, это был статистически значимый результат, трёхлетняя безрецидивная выживаемость почти не отличалась. И вывод был, следующая лопароскопическая дистальная резерция желудка Д2 сопоставима с открытой операцией по показателям безрецидивной выживаемости, имеет меньшее число послеоперационных осложнений и может быть потенциальным стандартным вариантом лечения местно распространённого рака желудка. Следующее исследование похоже. Исследование «Логика» — это многоцентровое рандомизированное клиническое исследование, результаты которого также были доложены в этом году. Проведён он в 10 центрах Голландии, в Нидерландах на 227 пациентах. С 15 по 18 данное исследование годы проходило данное исследование. Первичным результатом данного исследования было пребывание в стационаре по количеству дней, вторичный результат обмещали интероперационную кровопотерю, время операции, послеоперационное осложнение, послеоперационная выписка, на какие сутки осуществлялось в двух группах этих пациентов, внутренеболезничная летальность, частота повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки и частота резекции R0. Медиана пребывания в стационаре составила 7 дней в обоих группах, средняя кровопотеря была меньше в группе лапароскопической операции, тогда как среднее время операции было больше. В лапароскопической хирургии чем при открытой. Обе группы не различались по послеоперационным осложнениям, внутреболезничной летяйности, частоты повторной госпитализации в течение месяца и частоты резекции R0. Также лапароскопическая гастректомия не привела к сокращению срока пребывания в больнице и послеоперационного осложнения экологическая эффективность не различались при лапароскопической гастректомии и открытой гастректомии. Следующее похожее исследование, но уже исследование по изучению результатов роботической и лапароскопической хирургии. Также около 300 пациентов было скрещено. В течение трех дней проводилось это исследование. Авторы не ставили перед собой задачу сделать какие-то длительные онкологические выводы. Они оценили количество удаленных химологических узлов, время до наступления, до возможности проведения дивантной химиотерапии, ну и расхода. Ну и показали, что роботическая хирургия действительно имеет преимущественно по меньшему количеству послеоперационных осложнений, которые наблюдались у пациентов, и это было статистически значимым результатом. Большее количество лимфатических узлов было удалено и, соответственно, исследовано у таких пациентов. Время сократилось с 32-х при лапароскопической хирургии до 28 дней до наступления дивантной терапии. Но, конечно, расходы на данный вид операции были выше в целом, чем при лапароскопических операциях. Следующее исследование лично для меня, как хирурга, который занимается цитроэдуктивной хирургией и, в частности, в дробишинной химии и гипертермической перфузии, да и, по сути, для любого онколога это исследование является очень значимым. Все очень читали результатов этого исследования, исследования ГАСТРИПЭК по изучению влияния химии и гипертермической перфузии в комбинации с хирургическим лечением по удалению опухоли желудка. Еще раз повторюсь, что результаты данного исследования были очень ожидаемыми. Нужно сказать, что в этом исследовании участвовало 19 центров. Исследование началось еще в 2014 году. И эти центры, обязательное требование для этих центров было выполнение не менее 20 цитроэдуктивных операций в год, с обязательным умением выполнять внутребрюшинную химиогипетермическую перфузию. Дизайн исследования представлен на слайде. Всем пациентам с верифицированной опухолью желудка и подтвержденным карциноматозом брюшины с изолированным перитениальным карциноматозом проводилась переоперационная химиотерапия по схеме ИОКС, эпирибицин, акселепатин и капсистамин во время шести курсов. После трех курсов выполнялась цитроэдуктивная операция, но в одной из групп, в одной из исследовательских групп проводилась, помимо цитроэдуктивной операции, выполнялась химия гипотермическая перфузия. И в дальнейшем также проводилась последующие три цикла химиотерапии. В исследование включались пациенты, которые могут перенести оптимальную цитроэдукцию, которым возможно выполнить оптимальную цитроэдукцию объема хотя бы не менее 80%. И это должны были быть пациенты не старше 75 лет с хорошим ИОК-статусом. Нужно сказать, что, к сожалению, это исследование было досрочно прекращено по набору 105 пациентов по предполагаемому результату, поскольку авторам не удалось улучшить общую выживаемость при добавлении хайпэк, а это, по сути, являлось основным критерием эффективности данного исследования. Медианы сравниваемых групп были одинаковыми, составили 14,9 месяцев. Выживаемость без прогрессирования, однако, при этом была значимо выше 7 месяцев против 3,5 месяцев. Однако, дальше авторы не остановились, не устроил этот результат, и они попытались выполнить подгрупповой анализ, учитывающий полноту циторедукцией. И вот здесь, несмотря на то, что количество пациентов в каждой группе было достаточно маленьким, то есть в одной группе это было 16 пациентов, в другой 19, всё-таки с учётом выполнения полной циторедукции медианы выживаемости для таких пациентов, которым выполнялась внутрибрюшинная химия-гипертонемическая перфузия в дополнение к хирургии, всё-таки данные результаты были несколько лучше, чем у группы стандартного лечения. Вероятно, такие низкие показатели выживаемости без прогрессирования связаны с давностью инициации исследований, так как современная системная терапия при метастатическом раке желудка определяет медиану данного параметра на уровне 6 месяцев. Как мы уже слышали из доклада Андрея Максимовича, при добавлении иммунотерапии даже до 7 7 месяцев. И последнее замечание, оно, конечно, особо актуально, так как с конца 2020 года стандарт либо первой линии терапии диссимиринированного рака желудка значимо изменились. Точно так же, как и данное исследование не показало никаких результатов другой метод региональный терапия, метод экспейл. Экспейл – это передвинение лаваж после радикальной операции. Также данный метод не показал никакого результата. для тех, кто не так много занимается этой проблемой, был предложен метод промывания брюшной полостью, десятикратное промывание обычным раствором физиологии после выполнения уже радикального вмешательства. Так вот, достаточно большое количество пациентов было включено в это исследование, суммарно около 800, по 400 пациентов на каждую группу, 22 центра было включено в это исследование, участвовали в этом исследовании, в течение шести лет проходила работа. Медианное наблюдение за данными пациентами составило два с половиной года, но, как вы можете видеть на данном слайде, ни трехлетняя общая выживаемость, ни трехлетняя безрецидивная выживаемость не показала никаких разниц. И, конечно же, это тоже обидно, но, тем не менее. Следующее исследование, мы уже о нем говорили, о нем говорил Андрей Максимович, исследование Checkmate 649, добавление неблумаба к химиотерапии по схеме в телах или Фолфокс, в первой линии значимо улучшила и выживаемость без прогрессирования, и общую выживаемость. В течение медианного наблюдения в течение 13 месяцев вывод неблумаб является первым ингибитором ТДЛ, который продемонстрил превосходную общую выживаемость, выживаемость без прогрессирования, с приемлемыми показателями безопасности. В сочетании с химиотерапией по сравнению не только с химиотерапией у ранее нелечных пациентов с распространенным раком желудка и кардиозапиального перехода. И дальше перейдем к следующему разделу рак поджелудочной железы. Здесь я отметил два интересных исследования. Это лапароскопическая против открытой гастропанкреатно-дональной резекции для рака поджелудочной железы и переймпулярных опухолей. Мультицентровое рандомизированное исследование. 14 клиник участвовало в данном исследовании. Порядка 600 пациентов было включено. Почему так? Гастропанкреатно-дональная резекция является одной из самых сложных операций на брюшной полости и является стандартным методом лечения данных опухолей. Традиционно процедура с 1994 года было первое описание лапароскопической гастропанкреатно-дональной резекции. Традиционно эта операция выполняется стандартным способом. Ежегодно количество специализированных центров, которые выполняют эту операцию лапароскопически значимо увеличилось. Однако рандомизированных исследований после того, как хирурги уже набрали определенную тревую обучение не происходило. И вот в этом многоцентровом открытом рандомизированном контролируемом исследовании, проведенном в 14 китайских медицинских центрах, были набраны пациенты под эту операцию не только с онкологическими, со злокачественным опухолем, но также доброкачественными, предраковыми, но также злокачественными опухолями. Пациенты были распределены случайным образом, один к одному для прохождения либо лапароскопической, либо открытой операции. Медианное наблюдение за такими пациентами составило порядка 36 месяцев, равнозначное распределение пациентов. И данное исследование показало, что послеоперационный период был меньше, незначительно, но все-таки это было статистически значимо, 15 суток против 16 суток. 90-дневная летальность была примерно одинаковой. И серьезные осложнения степени больше трех по планен-дин-до также были примерно сопоставимы. Таким образом, авторы сделали вывод, что в опытных руках лапароскопическая панкреат- ahead дунная резекция является безопасной в выполненной процедурой, и клиническое преимущество лапароскопической гастропанкреат- дунной резекции по сравнению с открытой было незначительным, несмотря на большой опыт хирургов. И авторы говорят о том, что, конечно, дальнейшие исследования должны быть сосредоточены уже на выявлении именно той популяции пациентов, той стадии, тех диагнозов, которым эта манипуляция действительно была бы значимо выгоднее. И следующее исследование по поджелудочной железе – переоперационная химиотерапия для улучшения общей выживаемости при опухолях поджелудочной железы, отдалённые результаты мультицентрового рандомизированного исследования «Преопарк». Первичной конечной точки этого исследования была общая выживаемость. В исследование вошли пациенты старше 18 лет с резектабельными или пограничными резектабельными опухолями поджелудочной железы. Дизайн исследования представлен на слайде. По сути, пациенты распределялись рандомно на тех, кому первым этапом будет сразу сделано хирургическое лечение с последующей химиотерапией гемцепабином. Вторая группа пациентов – это предоперационная химио-лучевая терапия и химиотерапия с последующей одевантной химиотерапией. Распределение пациентов по группам представлено на слайде. Что удалось показать? Ну, во-первых, предоперационная химио-лучевая терапия улучшила значимую частоту R0 резекции при последующей операции у пациентов, которые получили предоперационную химио-лучевую терапию. Также здесь неправильно на слайде. Наоборот, большая частота у пациентов, те, которые перенесли операцию, было выявлено патологические лимфодические узлы. Также переневральная инвазия чаще встречалась у тех пациентов, которые не прошли предоперационную химио-лучевую терапию. Ну и также венозная инвазия. Медианное наблюдение составило 56 месяцев. И трёхлетняя общая выживаемость и пятилетняя общая выживаемость статистически значимо различалась у тех пациентов, которые получили предоперационную химио-лучевую терапию. И, соответственно, вывод, предоперационная химио-лучевая терапия на основе гемцитабина для резектабельного или погранично-резектабельного рака панкляс улучшает долгосрочную общую выживаемость по сравнению с хирургическим вмешательством, которое выполнялось первым этапом. Ну и исследование по колоректальному раку, открытое против лапароскопической… в сравнении открытой лапароскопической хирургии при раке прямой кишки после неодевантной химио-лучевой терапии. Исследование называется Кориен. Кориен – это 10-летний фолуап за пациентами, включенными исследованиями, с гистологически доказанным раком, операбельные, с резектабельной опухоли возрастом младше 80 лет и отсутствием коморбидности. Исследование завершено в этом году. Проводилось оно с 2006 по 2009, в дальнейшем был фолуап 10-летний, 340 пациентов и 3 центра, в которых проходило это исследование. Первичная и конечная точка была трехлетняя выживаемость без признаков заболевания. Результаты показали, что лапароскопическая резекция по поводу местного распространенного рака прямой кишки после предоперационной химио-лучевой терапии дают такие же результаты по онкологическим показателям, по выживаемости без признаков заболевания. Что в открытии, что в лапароскопической хирургии. Следующее исследование тоже у всех на слуху – это исследование Грекор. В 2001 году группа Грекор инициировала проспективное рандомизированное исследование для решения проблем сохранения сфинктера при операциях по поводу рака прямой кишки. И здесь авторы сообщили о 10-летнем онкологическом отдалённом наблюдении. Грекор-1 – это было французским национальным многоцентровым открытым рандомизированным исследованием. 195 пациентов было включено, 14 центров участвовало. Критерии включения были определены как одинократственному прямой кишки с сверхнизким уровнем опухоли, расположенном меньше, чем 2 см от верхней порции мышцы мускулит-леватор. При включении в это исследование хирург понимал, что этот пациент потребует лично-промежности эксцерпации. Затем пациенты были рандомизированы для получения либо высокодозной, либо пролонгированного курса химио-лучевой терапии. У всех пациентов использовалась стандартная методика тотальной визоректомотомии. Для сфинктера сохраняющих операций были определены три типа эндональной диссерции. Томухозоктомия, частичная или полная межсфинктерная резекция. Что показали данные результаты, что я вернусь назад, разницы между высокодозной и химио-лучевой терапией не было ни по общей выживаемости, ни по показателям безрецидивной выживаемости и выживаемости без появления отдалённых метастазов. Однако у тех пациентов, которым по итогу выполнена была обычная промежностная эксцерпация, выживаемость была ниже, чем у тех пациентов, кому выполнялась фильтра сохраняющая. Резекция по всем, по сути, онкологическим показателям. И чем интересно вот это исследование, что десятилетняя выживаемость очень сильно коррелировала в зависимости от циркулярного края резекции. При циркулярном края резекции менее 1 мм был значимо худший прогноз, а хуже он был почти в два раза, чем у тех пациентов, у которых циркулярный край резекции составил больше 1 мм или был равен ему. Ну и, соответственно, вывод, что качественная трансформальная диссекция, интерфиксная резекция, выполненная на остаточной опухоли после химии лучевой терапии или высокодозной лучевой терапии, обеспечивает хороший долгосрочный местный контроль даже при устране низкой аденокарцинаме прямой кишки. В то время как именно показатель циркулярного края резекции играет весомую роль в отношении общей выживаемости и, соответственно, безрецидивной выживаемости у данной категории пациентов. Ещё одно исследование Unicancer Prodigy 23, исследование по изучению неодевантной химиотерапии с фолфериноксом в сравнении с предоперационной химией лучевой терапией для пациентов с местным распространённым раком желудка. В дизайн исследования представлен на слайде было включено 461 пациент с опухолями Т34 вне зависимости М0 или М+. Это исследование проводилось в 35 больницах во Франции в период с 2012 по 2017 годы. Пациенты случайным образом были распределены либо в группу стандартного лечения, то есть предоперационная химио-лучевая терапия, затем тотальная мезоритная мактомия через 7 недель и последующая одевантная химиотерапия. Или группа исследования – это 6 циклов фолферинокса в течение 3 месяцев. В дальнейшем химио-лучевая терапия и также тотальная мезоритная мактомия через 7 недель и последующая одевантная химиотерапия. И что показало данное исследование? Что действительно экспериментальная группа и эта группа называется, я не сказал, называется тотальная нео-одевантная терапия, когда по сути мы используем в дополнение к стандарту мы используем нео-одевантную химиотерапию, она действительно показала значимый лучший результат, статистически значимый в отношении как трёхлетней безлицидивной выживаемости, так и в отношении трёхлетней выживаемости без метастатической и общей выживаемости. Был сделан вывод, что интенсификация химиотерапии с помощью дополнительной химиотерапии фолфериноксом перед предоперационной химио-лучевой терапией значимо улучшает результаты по сравнению с только предоперационной химио-лучевой терапией у пациентов Т3 и Т4 раком прямой кишки. Переоперационный подход более эффективен и лучше переносится, чем адевантная химиотерапия. Таким образом, вполне возможно, что результат данного исследования будет внесён уже в клинические рекомендации в дальнейшем. Следующее исследование – исследование РАПИДа, предоперационная краткосрочная лучевая терапия 5 на 5, последующая химиотерапия перед ТМИЕ по сравнению с предоперационной химио-лучевой терапией и дополнительной адевантной химиотерапией при местном раком прямой кишки. Рандомизированные исследования первичные и конечные точки – это неэффективность, связанная с лечением. Вторичные и конечные точки – это общая выживаемость, частота R0, токсичность, различные хирургические осложнения. С 2011 по 2016 годы проводилось исследование, 920 пациентов было пролещено в 54 клиниках Соединённых Штатов Америки и стран Евросоюза. Пациенты были распределены примерно по ровну и по итогу после исключения осталось почти по 250 пациентов в каждой группе. Медиальное наблюдение за такими пациентами составило 4,6 лет. Так вот, вероятная неэффективность лечения была выше в группе химия-лучевой терапии, чем в группе краткосрочной лучевой терапии 5 по 5. Также и появление отдалённых метастазов было выше в группе химия-лучевой терапии, чем в экспериментальной группе. Вывод был сделан о том, что пациентов с местно распространённым раком прямой кишки высокого риска, что краткий курс лучевой терапии с последующими 18 неделями химиотерапии значимо снижает вероятность неэффективности лечения, связанного с заболеванием по сравнению с химия-лучевой терапией, в основном за счёт снижения вероятности отдалённых метастазов. Кроме того, высокий уровень патологического полного ответа в экспериментальной группе потенциально может способствовать сохранению органа. Ну и очень актуальная тема, которая, в общем-то, была инициирована профессором Габблгама ещё в 2004 году. В 2004 году первая публикация её была на эту тему. Это так называемая тактика «Watch and wait» «Что делать с пациентами на фоне полного клинического ответа на фоне химия-лучевой терапии?» Стратегия «Watch and wait» предлагает неинвазивную терапевтическую альтернативу для пациентов, которые достигли клинического полного ответа после химии-лучевой терапии. Это исследование было направлено на изучение отдалённых клинических результатов данной выбранной стратегии по сравнению с выполнением хирургического пособия. Были включены пациенты с второй-третьей стадией опухоли прямой кишки, которые получили неодевантную химию-лучевой терапию. У тех пациентов, у которых на фоне проведённой химией-лучевой терапии наблюдался полный клинический ответ по результату магнитно-резонансной томографии, полоноскопии, компьютерной томографии. Соответственно, были данные пациенты были рандомизированы на две равные группы в соотношении один к одному, тем, которым в дальнейшем выполнили операцию или тем, за которыми наблюдали. Среднее время наблюдения за такими пациентами составило 38 месяцев. Пациенты, которым была принята стратегия watch and wait, продемонстрировали более высокую частоту местных рецидивов. это 14,9 против 1%, но нужно сказать, что большинство из тех пациентов, у которых все-таки возник продолженный рост после химио-лучевой терапии в группе watch and wait, 86% данным пациентам возможно было выполнить радикальное лечение. трехлетняя безрецидивная выживаемость без продолжения роста была сопоставима между двумя группами 98% и 97%. Но тактика watch and wait и группа пациентов, которые были направлены на эту группу, представляла очевидное преимущество с точки зрения сохранения сфинктера, особенно у тех пациентов, где опухоль находилась в пределах 3 см от ануса. 89% против 41%. Трехлетняя выживаемость без метастазов состояла 88% в группе watch and wait и 89% в хирургической группе. Таким образом, по сравнению со стандартным подходом двухкомпонентным химио-лучевая терапия в последующей тотальной мезоэктоматомия, стратегия watch and wait оказалась клинически осуществимой и продемонстрировала более высокую степень сохранения сфинктера у пациентов при аденокарциномии прямой кишки. Однако, для дальнейшего наблюдения, конечно, необходимо, наверное, большее количество исследований с большим количеством включенных пациентов. Ну, как-то так. На этом, наверное, всё по моему докладу. есть ли какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Да, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающими праздниками. Спасибо.